еще одно доброе утро в египте друзья я нахожусь на крыше своего отеля советский залив он там кораблики потихоньку ведут советский канал надеюсь никто не застрянет ну короче видок тут очень классно как вы видите я на пути на пути я на пути в хургаду в мою конечную точку где я сдам тачку и сяду в аэропорт и закончу поездку но мы пока еще не заканчиваем потому что я еще пока доеду потусуюсь в хургаде короче есть еще чё поделать и посмотреть подвести итоги вся фигня знаете чем меня удивляет очень тепло сейчас 930 и типа вообще реально тепло и не зато и потому что тут ветра нет загор то ли просто какие-то там климатические особенности данной местности понятия не имею но реально тепло и если сейчас я купаться не хочу то мне кажется что через часика три очень даже может быть что я туда полезу потому что прям прям хорошо и спать было сегодня не очень холодно как обычно теплее было то есть я даже на секунду подумал снять кофту там или снять штаны да так вот ребята так сейчас я схожу туда на пляжик просто прогуляюсь посмотрю водичку потрогаю и мы поедем с вами по побережью кургали ничего ребята вот местный пляжик сейчас он выглядит достаточно уныло и пустынно там где-то вдали какие-то люди но они в одежде как и я и они нихрена не купаются прикольный вид на горы здесь вот эти вот а то одни пустынь до пустыни здесь прям такие скалы интересные камни каменный этот вот вот воду дальше тоже камни примерно как там где купался вода да вода примерно такая же как была то есть такая прохладная но в порядке типа можно реально освежиться сейчас не хочется да я сказал он попозже может быть короче ничего супер особенного мне кажется даже шарм-эль-шейхи пляж получше они хотят песчаный здесь вот галька все такое но это необычное ощущение конечно когда ты в египте на пляже и здесь два человека ладно поехали завтракать ёмана я вам ну чё народ пляжный отдых мать его и только вот тут пипец как ветрено и когда сюда подошел во первых никого на пляже нету как вы видите идут реально ветрено я хотел искупаться но тут вообще не то и вообще не то я подумал нахер надо я все-таки сюда приехал не купаться не загорать поэтому пофигу но место в целом прикольная но называется марина бич и марина не потому что здесь тусила какая-то марина а потому что марина в переводе с нескольких языков означает морской и и здесь какая-то просто нереально огромная территория называется эльгауна или эльгуна миллион отелей кафешек баров ресторанов тут даже есть свои детские площадки и даже библиотеки карл библиотеки просто километры тут люди на великах передвигаются до хрена богатых людей и все такое есть поел просто уже на 250 фунтов пипец какую-то пицценьку там съел с чаёчком короче какое-то гламурное место это мы сейчас где-то дохургады ну не знаю 5-10 километров вот друзья чая тут стоит распинаюсь кроме того что пляж вам показывают то есть весной тут будет зашибись часто джопа вы соскучились по полному пиздецу я пришел чтобы дать вам его мой рейс отменили я купил билеты на послезавтра еще пару дней назад засраны какие-то там 33 500 по моему харга до петербург прямой рейс все зашибись и сейчас ехал пока мне приходит сообщение типа их царянчик чартер что-то там короче отменили других мы вам чартеров не предоставим вернем вам деньги поэтому мне пришлось купить билет так скажем подороже за 6 500 в москву с пересадкой то есть москве два часа прождешь и тогда там москва питер уже будет то есть такой кривоватый дороговатый и он на завтра то есть я хотел улетать послезавтра и типа завтра тут бегать не знаю попытаться загорать какой херней заниматься хрен мне завтра утром у меня самолет и поэтому сейчас будет очень весело потому что мне надо доехать до отеля заселиться сказать им что только на одну ночь а не на две поехать сдать машину а я думаю все ждут этого я тут точно этого жду то есть все это теперь надо делать сегодня я не говорю там про работу про всякую другую фигату который надо заняться ну и я хотел завтра спокойненько вам рассказать про итоги поездки подумать что о чем говорить о чем нет а теперь у меня нет времени друзья я буду делать это прямо сейчас так что извините то что это будет вот так вот как-то нахрапом с первого дубля как обычно не подготовился но если что-то упущу оригинал пишите в комментарии вы знаете я отвечаю на комментарии как батенька итоги так но сначала давайте про общие какие-то итоги до подведем в целом конечно это было очень необычно очень странно и я подумал сюда наверное конечно это было мой самый хреновый блин все время хочу сказать отпуск приключения да это путешествие самое хреновое путешествие всех моих там 30 чем-то путешествий то есть от не то что прямо на все было хреновое было очень много прикольных моментов но количество негатива который я получил а вы все прекрасно знаете о чем ведь вы смотрели все мои предыдущие серии такого количества негатива я никогда еще не получал вот очень много бесячих моментов связанных с приставучими ребятами везде плати с аварией и с остальными всякими штуками которые вы можете увидеть в предыдущих сериях есть не смотрели посмотрите блин нормально я думаю там весело все вот то есть такие очень неоднозначные эмоции я правда рад что здесь побывал я правда рад что я проехал всю эту часть главную часть египта на машине после очень люблю изучать стану на машине я познал культуру да посмотрел на все эти храмы гробницы древнего египта очаровался этой прекрасной древней цивилизации да это действительно было круто это мне очень понравилось хотя конечно на 10 на 15 храм уже начинает надоедать немного для непосвященного человека они становятся достаточно похожими вот то есть очень неоднозначная реакция с одной стороны но с другой стороны вы же понимаете чем больше происходит всякой жести тем интереснее смотреть и ну не знаю как у вас но у меня во многом так что ты вспоминаешь различные какие-то ситуации моменты путешествия не далеко не только по каким-то самым таким офигенным красивым местам и супер позитивным впечатлениям но и по негативным тоже потому что рассказывать потом друзьям про то как я попал в аварию и у там с десяти египтянами стоял там и вымаливал там не вымалил выпрашивал у них деньги типа из серии давай давай выпрашивал плохое слово требовал у них деньги у бомжей но типа но это круто блин потому что все будут такие да ладно саня охренеть блин вот это да как там тебя не отпиздили поэтому я считаю что любое путешествие самое классное но я просто к тому что дать египет то есть буду ли я рекомендовать египет как посетить страну но мне сложно это сделать как на как пляжный отдых я думаю да не знаю я был в египте в четырнадцатом году на пляжном отдыхе я плохо помню что там было вроде все было норм практически там никто немножко приставали там какие-то египтяне но это больше было приставание к нашей подружки с которой мы ездили типа и давай замутим и вот под да конечно посетить все эти храмы пирамиды это очень круто и это конечно рекомендую но наверное просто можно ограничиться каиром и луксором максимально увидите все что надо вот уже александрия асуан и все остальные мелочи уже уже не так важно то есть если вот хотите без проблем быстро аккуратно типа но вот ощутить всю полноту каир и луксор вот я думаю это все по общим впечатлениям так ну теперь давайте по ценам сколько я потратил я попытаюсь посчитать уже вечером после того как я заплачу там за машину за всю фигню стараюсь я примерно сумму сказать я думаю сотка где-то но скажу точно по ценам в целом в египте все очень даже хорошо цены в супер адекватные они не превышают цены по россии точно то есть пожрать это примерно 500 рублей притом пожрать так что ты потом три дня можешь не жрать просто на убой кормят бензин те же 40 рублей что у нас хотя да у нас уже 50 до 40 45 рублей бензин отели очень дешевые сами видели ну да к сожалению отели такие типа не всегда хорошие то есть там да ты можешь взять спокойно за тысячу рублей за полторы тысячи рублей отель но готовься к тому что там может быть какой нибудь раздроченный замок хреново закрывающийся какие-то непонятные пятна на подушках или какие-то волосы в кровати то есть вот такое вот но я думаю если вас это запаривает и вы возьмете просто там за две с половиной за три тысячи уже отель тогда там уже будет намного лучше выбора очень много различного куда чего когда и как именно в туристических местах то есть да луксор каир александрии отели миллионы просто вот выбирайте какой хотите по деньгам да не забывайте мои лайфхаки что можно выбирать завтрак плюс ужин или вообще тройное тройное кормилово минусы по отелям это то что они не везде есть да вот когда я переезжал там откуда с луксора в каир пришлось эту перегонку делать на восемь часов потому что посередине где-то между в не туристических местах отелей нету в остальном тоже все эти всякие там батончики чипсы вся эта фигня как бы я показывал в первой серии в магазине цены дешевле чем у нас либо как у нас вода вообще какая-то халявная сколько там вода стоила 3 ну короче что-то что-то там типа 20 рублей шли полторашка воды стоило какой-то какой-то вообще просто жесть ну типа в хорошем смысле жесть короче по ценам не прогадаете да тут все круто с этим но единственное надо понимать что зато здесь все платно ничего бесплатного здесь нет и если вы хотите посещать столько же мест сколько я то придется много тратить потому что у меня здесь очень много и вот там билет определенно там стоит 500-1000 рублей в одно место ну и плюс там все эти чаевые этим дебилом там и так далее вот это конечно нужно понимать но в целом по ценам все адекватно ну а чё ребята давайте теперь про мое самое любимое это вождение пдд это вся срань короче связанная с автомобилями ну я от своих слов не открещиваюсь я по-прежнему считаю что дебилы в интернете преувеличивают по поводу того как здесь жестко водить но немножко конечно у меня все равно ситуация поменялась но в голове да об этом мировоззрении и не потому что я попал в аварию туши в аварии я не виноват я там вообще ничего не мог сделать в меня просто врезались и все а просто потому что но я так сопоставил каир александрию всякие другие места в целом ездить можно рекомендовать и вам ребята не буду брать здесь машину как минимум вы видели эти все темы с ментами как меня тормозили на полтора часа и то далее ездить можно ездить прикольно ездить весело ездить интересно но есть места где полная жопа до каир не залезайте никогда в каир это просто пиздец вот максимум как я вот типа где отельчик у пирамидок взяли и вот под залезли туда к пирамидкам все остальное все делайте как я в ком-то видео когда я начал на скутере на такси кататься в каире вам точно пипец особенно с гуглом с google maps они вас заведут в самую узкую жопень и что-нибудь произошло как у меня до когда меня чиркнули один разок и когда я нечаянно чиркнул тук-тука там одного это видимо мне в александрии отомстили и еще конечно есть места очень узкие очень жесткие где я прям такие лютые миллиметражи давал то есть просто уже на новой даже машине я думаю пипец просто то есть это вот мои там двенадцать лет опыта а если у кого-то там 35 лет опыта там просто ну народ вы охренеете поэтому тут тут ничего не скажу черт упала сорянчик в целом можно но очень осторожно очень осторожно и понимаете что могут тормозить менты какая-то непонятная хрень происходить аренда не очень дешевая по-моему около трех тысяч в день я говорил в первой серии сколько она стоит посмотрите если не помните если нужно по бензину сказал вот то есть нам ну короче вот такое вот так ну и чего еще мечел голове сидит это люди египтяне те кто посмотрели все мои видосы могут подумать что я стал считать всех египтянам лютейшими пидорасами и кусками говна нет конечно нет это вообще неправильно так делать в любой стране в любом городе есть хорошие люди плохие я уверен что много есть хороших египтян и я встречал хороших египтян тех же таксистов не всех но были таксисты которые такие блин типа прости пожалуйста за наших вот этих вот приставал да типом вот они так деньги зарабатывают я уверен что египтян очень много хороших людей но просто когда ты так вот типа как я путешествуешь один в машине ты конечно максимальное количество встречаешь от этих приставал и поэтому да конечно это культурный негатив от них потому что они реально бесят просто их ненавижу но менты ментами все понятно вот в целом ничего плохого не могу сказать про людей кроме приставал люди как люди нормальные добрые адекватные люди там которые в гостиницах в отелях там но они хотят тебе помочь как принести подать да иногда тупя да они не знают английское тоже бесит в целом нормальные люди короче больше пока не могу ничего вспомнить из башки сейчас поеду пока по этим всем делам по любому что-то придет буду делать включение из разных жоп так еду и начинаю вспоминать всякие мелочи по вождению еще асфальт реально очень крутой в подавляющем большинстве как-то да либо знаки ставят то где-то в полных анусах их просто не видно при том не то что я даже как-то там не нарисовали там какую-то белую линию да их просто не видно на дороге ты едешь 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 и он сливается вот прям с асфальтом и последний такой бля и по тормозам поэтому если все таки будете ездить здесь на машине то вообще глаза прямо вот на дорогу ищите все время эти грёбаные полицейские они могут быть где угодно и зачем угодно менты тхейхо 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 народит я тут нашел какое-то странное место со странным пирсом в том же частная территория походу рядом с моим отелем я уже вернулся пока еще не совсем стемнело решил немножко записать видосик рассказать как я сдал машину на самом деле все было очень мило чинно и мирно там был как раз тот чувак с которым я разговаривал когда я попал в аварию он такой сразу александр ты вы тролливали на самом деле очень мило пообщались он сказал типа блин чувак вообще не парься это обычное дело у нас в египте ебанутые дебилы катаются да это проблема полицейским насрать и так далее там эти тук-тукеры которые без лицензии и все такое вот ну короче в общем очень классно с ним поболтали я ему порассказывал всяких модных историй которые со мной приключились он такой ну да да типа знакомая хрень он сказал что по идее моей этой базовой страховки должно быть достаточно он мне отошлет все данные по аварии по всей херне на ватсап я должен буду это переслать в rental cars да я через rental cars заказывал такси такси машина если что и типа они вроде как должны мне все возместить будут вот ну пока точно не могу ничего сказать у него достаточно хороший английский но не идеальный то есть я что то понял что то нет в общем походу мне придется с этим разбираться уже в Питере потому что сейчас сейчас ничего не будет то есть мне нужно дождаться этих документов он сказал там вроде как завтра-послезавтра должны прийти потом дождаться ответа rental cars и так далее то есть потратил ли я какие-то бабки на ремонт машины или не потратил вы походу узнаете в каких-то других сериях когда я не знаю на сноуборде буду кататься и так далее ну короче уже не в Египте поэтому если интересно если нравится то что я делаю подписывайтесь и тогда вы узнаете что же все-таки случилось после этой аварии несчастной в Египте посмотрел тачку эту все нормально не запалил вообще ни разу что я пролил швепс на сиденье ну так просто бегло осмотрел ну и там реально практически не было видно там как-то все эти пятна подвысохли нормально гребаный швепс блин я сегодня макдак с утра ел уже вне машины на всякий случай чтобы мы что-нибудь не капнуть такая короче приколюха вот то есть деньги за эту тачку придут там в течение недели он сказал вот а за ту тачку да придется там что-то там это потусить пообщаться с ренталкарсами и все такое вот друзья такая фигня что еще вспомнил интересного не помню я не заболел ни разу две недели вообще ничего плохого только вот зубы болели кстати сегодня зубы не болят пока что это очень круто для вас может быть это нормально что вы не болеете я болею достаточно часто поэтому если я не заболел за две недели где-то там непонятных местах где продувает ветер еще что-то я типа радуюсь вот вот такой вот получился отпуск я не знаю что еще сказать если вспомню будут постскриптумы но в целом я думаю настало время прощаться закрывать этот чудесный египетский видео альбом спасибо всем кто смотрел супер огромное дополнительное спасибо всем кто смотрел все серии потому что я так понимаю я пока не знаю наверное будет штук 15 опять как Дагестана вот прям ух огромное спасибо пишите комментарии я стараюсь сделать лучше делать приятнее делать интереснее ну а мы увидимся с вами по-любому дальше у меня грандиозный план на этот год поэтому не переключайтесь с вами был Саня Черкасов Египет Тургада всем пока удачи эй парень хочешь услышать чем все кончилось с машинами а я сейчас расскажу как это там произошло то у нас в египтике да да там как все кончилось не очень все здорово кончилось на самом деле оно предсказуемо за первую тачку мне отдали деньги практически сразу залог был 35 тысяч за обе тачки то есть прилетело 35 тысяч обратно потом прилетает деньги за 35 тысяч за вторую тачку но сразу же списывается 30 ну я сразу в рубли перевожу чтобы вам было удобнее ну я понимаю что 30 это походу эти деньги за аварию да за то чтобы восстановить машину я жду где-то неделю документов мне чувак присылает документы все нормально я эти документы кидаю в rental cars и понятное дело они мне говорят то что чувак сорян но у тебя базовая защита и поэтому типа ты сам виноват короче если бы ты взял полную защиту которая с толпом 12 тысяч сверху тогда конечно мы бы тебе все возместили так что таким образом я попал еще на 30 я считаю что для такой вмятины и зеркало 30 это многовато для логана но типа разбираться там с ними это мне кажется просто бесполезно поэтому я забил болтяру вот такая вот история друзья так что водите аккуратно путешествуйте кайфуйте столько классных мест на земле я сейчас в Непале если интересно что я тут забыл не забывайте подписываться лайкосики ставить и я вам покажу эту прекрасную страну поверьте будет очень интересно увидимся всем пока спасибо 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 спасибо